так в прошлом видео я становился в суно так отряд мой воде из дальнего круга охотники тут нас собирал я по деревням никаких некоторых значит бойцов будут двигаться в сторону ушкала и в общем то наверно если сейчас эроглик не объявит никому войны не знаю буду искать где нибудь каких-нибудь бандитов смелом смело двигаюсь через лес прям там смело да напоминаю что это как говорят некоторые старая старая игра mountain blade warband мне и старые ботинки почему они старые потому что я купил новые здесь есть проводник посредник короче тех кто мне заинтересовал здесь нету на рыночную площадь торгуются ружием не знаю торгуются ружием тут толстый стальной круглый щит за 3000 который мне не нужен и значит балансированный бузды ханы какие-то тяжелые двухшипные стрелы я пожалуй возьму зазубренный двухручный меч гвардии кто мог зазубрить моя гвардия не продает мечи еще не продавала уже и зазубренные мечи гвардии толстый свадийский стальной круглый щит поговорим о доспехах о доспехах тут тоже нечего сказать с доспехами не очень лошадь лошади упрямый резвый мы торгуясь разными товарами возьмем мед что-то там носились но возьмем сушеное мясо и будет все нормально уйти стрелы бросим ави имущество имущество урала у них много стрел и мы еще добавим так неважно я прошлый раз у меня были стрелы с уроном плюс 7 я посмотрел всех но я забыл посмотреть у меня еще есть борща поговорю с борща на твое вооружение и снаряжение бронебойные стрелы плюс 3 кошмар какой походном арсенале борща вот тебе семерочные стрелы о кошмарно неважно больше неважно ничего я исправил свою ошибку так что это неважно и продолжая далее я могу считать себя молодым если вокруг меня люди старше меня я могу считать себя старым если вокруг меня люди молодые моложе меня mountain blade старая игра потому что потому что баннер лорд это легенда да вот так вот сейчас я направляюсь конкретно в шарис короче до вас дошли слухи о том что местная знать из эсмирала деревню на которую притязает королевство свадья подверглась жестокому обращению ну короче хорошо с фиггерами мы согласны воевать а ну зайдем в сарен наберем добровольцев наберем в нашу гвардию шесть человек в сарене и некоторые бойцы у нас готовы к повышению а мы не будем их повышать хотя нет гвардейца повышен а всех остальных повышать не будем они повысятся в шаризе прибываем город шариз пока что этот город принадлежит значить вегирскому великому княжеству на самом деле конечно этот город не будет им принадлежать будет принадлежать так на сморщиков отдаем вольных стрелков отдаем лесных братьев отдаем эти ребята нам нужны будут норские наемные лучники и гвардейские охотники за рабами гвардейцев охотников то наш людолова 81 человек не здесь мы конечно возьмем катрин заберем катрин поговорим пойдем с катрин сначала мы бы зайдем повозку с походным арсеналом где вот это вот короче этому возьмем нагрудник ради бога почему бы и нет назад продолжим путешествие отряд и мы говорим с катрин катрин говорим с тобой катрин на твое вооружение и снаряжение посмотрим на снаряжение мне здесь 56 благородный бацанет мы его не будем не забирать пусть она уже радуется что они такой бацанет есть ни к чему нам там у леди тамара есть шапочка мы заберем у нее только вот это вот и дадим ей вот тут черный морский нагрудник пока 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 катруся пока мы даем тебе как только у нас появится что получше мы дадим тебе то что получше неважно и мы идем кредитом маре вооружение снаряжение не понял она бросила саблю не хочет сабле воевать он 11 сил и 11 твою мать вот леди тамара продолжим наш что-то с тобой какие-то проблемы я не понимаю какие на вооружение и снаряжение и значит возьмем вот это вот назад поменяю извини-ка труся так мы посмотрим вообще так катрина на твоих навыках ну не навыков конечно ну пока что я не буду ничего ей добавлять потому что я еще не решил кто из них будет лордами кто из них не будет лордами хотя катрин конечно наверно будет лордом обязательно мне есть только одна функция которая ну значка труся мы отдали и здесь мы наберем можем взять конечно конных арбалетчиков бесполезных бестолковых хотя пусть будут пока конные арбалетчики здесь а мы возьмем здесь конечно же пехоту северных северных наемников возьмем то наберем до 80 человек северных наемников так я уйду отряд и здесь мы конечно со своей бестолковой женой поговорим твое снаряжение хорошо вот тебе на какая-то и стройная красивая прям как в вечернем платье ой какая так а почему ты не хочешь брать придется забрать от балансированный альшпицы и они заберут балансированный альшпицы вместо так благородный доспех герийской стражи назад продолжим то лагерь повозка с походным арсеналом здесь мы сбросим ее вот этот броню на всякий случай не знаю зачем она нам но мы пока ее оставим и где-то у кого-то по моему должны быть метательные кинжалы у кого я правда не знаю надо посмотреть ну конечно у кого мы посмотрим до сона но это зачем мне твое снаряжение до сон и навыки мне твои не нужны имущество он до сон надо твое имущество и нет у него никаких кинжалов то не у него из красные нагрудни которые мы создадим леди там море мне почему-то не знаю мне больше нравятся эти нагрудники красные чем черные вот эти вот но доски поговорим с тобой не вообще никакого оружия нет нарисоваться и оружия не надо до сон поговорить на твое вооружение и твое имущество она решила судей не надо почему она так решила мне надо понять почему она так решила и не нравится вегерский меч месяц балансированный каленый какой хочешь она не хочет их брать почему-то посмотрим у бомбай да бомбай да ничего нету кроме тряпок и щиток бомбай даниэль даниэль поговорить с тобой нету никакого имущества даниэль да сон лукас лукаса с лукасом поговорим нету тоже ничего мне не особо много то имущество как я тут рассказывал значит с ханой нечего говорить и поговорим с катариной на всякий случай нету у катарины ничего такого жасу остается один жасу но то имущество жасу нету жасу тоже ничего не только лук киридского маргана есть на который мы все таки наверно отдадим хане и правильно сделаем готова я не знаю что делать детей взять какое-то оружие потому что сейчас мы собираемся плавать на корабле повозка с походным арсеналом придется дать ей арбалет всадника арбалет всадника наверно придется вернуть ей все таки и и саблю все на не хочет ничего брать мы возьмем стальные болты для нее продолжим путешествия дядя тамара поговорить и даю ей саблю арбалет продолжим пусть мы посмотрим у нас защит и сабля ей почему-то нравится крути непонятно да заодно наверно придется отдать всю еще эту рыцарскую конницу нашу то есть дадим бомбайда даниэля дасона лукаса айдена не знаю миру да дадим миру лизалита низара и джеремуса тоже дадим а заберем наших лучников короче лучники наши можно взять вот этих ребят эрика шозефа кула дагона логана и дэвин карл самуэль джулиан сет все этих ребят мы тоже заберем у нас 81 человек придется одного северного наемника отдать чтобы было ровно 80 готова уйдем в общем мы готовы к путешествию после того как я значить это самое им повышу от своих навыках ну а что здесь навыки какие навыки у него навыков должно быть вот так вот 30 уровня эрик но пока я думаю ему хватит 21 силу может и не хватит 24 силы и 15 ловкости а зачем ему ловкость да не наверно ему надо одновременно и силу локоть повышать потому что тут есть атлетика который надо бы повышать владение щитами и так и ничего мы ему не повысили вот так вот получается абсолютно ничего все это у него уже было упаковка сбор трофеев обучение стяжение тактика поиск пути зоркость перевязка ран хирургия первая помощь в общем почему бы не добавить инженерии но пока что все и все остальное мы ему будем вкладывать двухручник и так то неважно я буду повышать все это конечно это я продемонстрировал как все это конечно буду повышать за кадром чтобы не растягивать видео нажму на паузу и вот наконец отряд готов я значит всех их повысил всем все добавил ну тут можно конечно им добавить какое-то вооружение тут туда сюда я думаю что это сейчас не очень важно это будет все в процессе так я зайду в шариз на рыночную площадь торгую с доспехами которым я продам вот это уже заспех сараницкой стражи или что это там было или заспех сараницкого этого султана да ага посмотрю еще на лошадей тяжелая тяжелая арабская и так далее ну на оружие еще гляну усиленный щит сестры меча мне не нужен бронебойные стрелы тут какие-то отбалансированные двухшипные вот эти мы наверно возьмем и все и все и все и все и все вметательные кинжалы было бы может неплохо взять леди тамуари не знаю урон 25 скорость 110 нужно это метание пусть пока постреляет из арбалета посмотрим на результат продолжить путешествие уйти отряд а во поговорить на твое имущество стрелы назад неважно готово вот значит здесь судно которое нам принадлежит мы садимся на него да и мы оказываемся посреди значит будем говорить сараницкой лужи сараницкого залива бывшего сараницкого залива теперь он уже принадлежит мне и будет скоро вообще моим заливом да и на этом мы это наше сегодняшнее видео заканчиваем все что дальше будет в следующем видео а пока что пока что все да все 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 Продолжение следует...